Всем привет! Вы находитесь на канале Ментал ТВ. Здесь мы изучаем невербальное поведение человека и стараемся сделать вашу коммуникацию хоть чуточку безопаснее. Для сегодняшнего выпуска я решил взять интервью гнойного дудя. Но для анализа я возьму не рандомные вопросы, а только те ситуации, где Юрий поддается критике. И посмотрим, как он реагирует и как его малозаметные невербальные сигналы и микровыражения выдают истинное отношение к ситуации и к собеседнику. Как я уже много раз говорил, одним из важнейших навыков профайлера является наблюдательность и внимание. Помимо того, что нужно изучать теорию, значение жестов и так далее, необходимо также развивать память, мышление, наблюдательность, внимание и в целом мозг. И я нашел один очень крутой онлайн-сервис, который в этом может помочь. Называется Викиум. После регистрации нужно пройти небольшое тестирование, в ходе которого будет выбрана программа, которая будет соответствовать вашим пожеланиям. Далее вы пройдете разминочные упражнения. И после уже будет выстроена специальная программа, которая будет предлагать вам разные упражнения на каждый день с напоминанием. Предлагаю после просмотра пройти несколько упражнений и скидывайте ваши результаты в комментарии. Посмотрим, у кого больше. И будем там развиваться вместе. Здесь мы видим эмоцию отвращения, плюс гнев. Приподнятая верхняя губа, слезеные брови и сморщенный нос. Но он это маскирует за почесыванием подбородка и последующим большим открытием рта, которое похоже на зевание. Также эти жесты могут выступать как попытка успокоить тебя. Там дис на тебя. Повторные эмоции отвращения. Подбородок приподнят, смотрит свысока. Оценка слов с внутренней уверенностью в себе. Приходил. Поджатие губ и опущенный взгляд вниз. Говорит о попытке сдержать негативные эмоции. Руки заведенные за спину, за которыми не видно, за что он себя держит, за кисть или за пястье. Но в данной ситуации это может означать, что он пытается держать себя в руках. Дис на Юрия. При том, что мне настолько п***но Юрия Дудя, я ходил и слушал эту песню. Ну это же, блин, один бит. Ни одной рифмы. Прищуренные глаза и сведенные брови. Пределительные отношения. Хотя это можно понять по его интонации и словам. Ну ты просто как пострал. Ты просто как... Расправляет плечи, приподнимает голову, демонстрирует грудь. Показатель уверенного состояния и полной готовности отстаивать себя. Нет страха. Сведенные брови и в совокупности опущенный взгляд вниз говорят о негативных переживаемых эмоциях и попытке их устранить. Ой, это Наташа и Анаша. Новый Джордан, послушай сюда. Приподнятый подбородок и руки за спиной говорят о чувстве уверенности и превосходства. Не воспринимает серьез. Переходит с ноги на ногу, пытается занять уверенное положение. Рядь, афтаминовый, ты знаешь. Объясни, почему я мудак. Поджатие губы говорят о презрении и неуважении. Тлонение назад, признак дискомфорта во взаимодействии с собеседником, связанное с непринятием его предложения. Откуда же я знаю, почему ты мудак? Нет, ну почему так считаешь? Подбородок слегка выдвигается вперед, негативное отношение, проявление гнева. Рука на предплечье образует барьер. Почему ты так считаешь? Ну не знаю, потому что тебя волнует. Блокировка рта с помощью телефона, сдерживание слов. Концентрация на словах собеседника. Как кто-то кого-то... Или сколько у кого денег в кармане, а искусство тебя не волнует. Поэтому ты не понимаешь треков моих друзей, приходишь и разговаривает со мной о чем-то. Мне кажется, ты мудак, Юра. Но при этом респект. За что респект? А? За что респект? Небольшая пауза перед ответом. Телефон блокирует рот. Небольшие подергивания головой. Плюс губы были немного поджаты. Это свидетельствует о предварительном анализе слов и контроле своих эмоций. Можете сказать, что я... Я такой же, как Симирон, да? И хуже. Ну, я такой же. Вам вместе с Симирон же, да? Место обывателями тусуйся, как бы, нормально. Под прикрытием притворной радости можно заметить агрессию в сторону собеседника. Это проявляется с выбрасыванием резкими движениями руки с сжатым кулаком, который напоминает удары. Поджатие губ, напряженные скулы, негативные отношения, презрение. Жест-манипулятор, стресс. Последующее облизывание губ, успокаивающее поведение, которое снижает волнение. Замедленное поднятие век, чем при предыдущих морганиях, является лимбической реакцией мозга и выступает как блокировка глаз. Признак негативных эмоций. Все напоминает. Замай. Небольшая надутость верхней губы. Проявление также негативных эмоций. Здесь мы опять же видим блокировку глаз. Признак негатива. Возможно, желание отгородиться от тех слов, которые говорят, и прекратить продолжение этой темы. Я ждал, когда ты говоришь. Ты понимаешь, что ты бы никогда в жизни не узнал об этом треке, если бы не шел на интервью со Славой КПСС? Стой, стой, стой. Ты говоришь, что пукан рвало. Пукан рвет, когда человек резонирует. Но ты не резонируешь вообще. А здесь мы видим, как он говорит четко, член раздельно. Жесты иллюстраторы подчеркивают его речь. Он полностью уверен в том, что говорит. Замай, расскажи, чем искусство отличается от неискусства? Почему то, что вы делаете искусство? Прищуривание глаз, сведенные брови, проявление негативных эмоций, такое как гнев. Связано это, скорее всего, с тем, что рядом люди начали свои возгласы. Глубо-плотно сжимаются. Эмоция гнева. Вчера! Заткнулись! Резкое повышение голоса и просьба замолчать в грубой форме, сопровождение жестом и наклоном вперед, выражает крайне негативное и презрительное отношение к этим людям. Тем самым ставит выше себя рядом стоящих людей. Оно и логично. Можно в 7,5. Хорошо. Искусство от неискусства отличается тем, что есть порог вхождения. Понимаешь? Массы плепей. Вравнивание, демонстрация груди вместе с приподнятым подбородком говорит о попытке занять доминирующее положение. Улыбка, шаг назад, несогласие со словами. Это подтверждает и следующее его движение головой, которое то противоречит его словам, то соответствует. Да, я поверхностно. Последующее переступление с ноги на ногу – признак того, что он находится в поисках уверенной точки опоры. Может также обозначать легкое волнение и желание отстраниться от этой ситуации, следствие несогласия. Просто человек, который аутентично пришел и... Руки в карманах, негативное состояние. Замедленное открытие век, блокировка глаз. Защитное невербальное поведение. Признак негативных эмоций. Попытка отстраниться от того, что не нравится или с чем не согласен. Отвращение. Приподнятая верхняя губа. Конечно не могу. По-прежнему качается с ноги на ногу, беспокойство. Попытка самоуспокоения. Нам не нужно высказываться, мы не... Подбородок поднят, потом опускается. Взгляд из-под лба. И опять поднимается вверх. Наверняка многие скажут, что таким образом это демонстрирует его утверждение. Вместе со словом «ага». Да, возможно это так. Но происходит это довольно замедленно и с долгими паузами. Что может говорить о негативном отношении к собеседнику и отстраненности к ситуации. Можно заметить, как после вербального утверждения голова замерла, и потом силы подбородок поднимаются вверх. Что говорит о попытке взять ситуацию под контроль и демонстрирует свое превосходство на человеком. Но перекачивание с ноги на ногу выдает его волнение. Нам не нужно высказываться. Мы аутентичны и независимы, потому что мы делаем свою тему, которую ты не можешь разгадать. Дис на тебя... Юрий Дудь вполне уверенно и достойно реагирует на критику, где надо переводит в шутку, где надо переводить ситуацию вообще в противоположную сторону пользу его. Возможно это связано с тем, что все происходит в рамках передачи. Или те, кто это говорят, не представляют для него никакой серьезности. Или просто держатся как профессионал, почему нет. Но тем не менее, можно увидеть, как невербальные сигналы и микровыражения выдают его истинное отношение к этому. И это нормально. У каждого человека будет так же все проявляться. Не обязательно полностью контролировать и сдерживать себя. Есть такие люди, которые в общении не замечают за собой, что могут каким-либо словом обидеть другого человека. И считают, что все происходит в рамках нормы для них. Если вы оказались таким человеком и вроде бы все нормально, но замечаете у собеседника похожие реакции, то это будет сигналом для вас. Что происходит что-то не то, и лучше спросить у человека, в чем причина. Либо поменять свою стратегию общения и начать, например, выслушивать своего собеседника. Давайте как раз и проверим, насколько хорошо у вас получается замечать подобные сигналы. Посмотрите этот отрывок. Серьезно, кто-то любимый поэт русский. Не-не-не, положи в сторону. Точно не будешь? Точно, точно, я за ЖОЗ. Это гостевая. Что можно сказать о реакции Дудя на предложение Гнойного? Проанализируйте его жесты и мимику и пишите ваши варианты в комментарии. А на сегодня, пожалуй, достаточно. Кстати, ближайшие недели три, скорее всего, не будет выпусков по определенным причинам. Поэтому не теряйте. Как только освобожусь, продолжу делать новые видео. А пока подписывайтесь на наши социальные сети и жмите колокольчик, чтобы не пропустить новый выпуск. И самое главное, следите за людьми и не оставайтесь в дураках. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok